На путстве легендарного адмирала Владимира Алексеевича Корнилова вновь стало актуальным в дни русской весны. В январе 2014 года в Севастополе было создано общественное движение «Республика». Одна из его инициатив – создание стикера «Отстаивайте же Севастополь». Символ, изображенный на наклейке, понятен всем, кто хоть раз побывал в городе-герое. В патриотическом порыве севастопольцы и те, кто хотел поддержать горожан в их выборе, крепили его на свои автомобили. Пять лет спустя авторы идей решили напечатать новый тираж наклеек, чтобы подарить севастопольцам в дни пятилетия русской весны. Уже пятилетняя история, пятилетняя дата, которая является круглой. Нам хотелось бы чем-то напомнить о тех событиях севастопольцам. И одним из таких ярких событий являлось изготовление вот такого стикера «Отстаивайте Севастополь», автором которого я являюсь, я разработала его Марина Воронежская, севастопольский дизайнер. «Отстаивайте же Севастополь!» Эти слова адмирал произнес после смертельного ранения 5 октября 1854 года на Малаховом кургане. Уже перед смертью в госпитале Корнилов сказал. «Приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови Господи Россию, спаси Севастополь и флот». Авторы патриотической инициативы вспоминают, в 2014 году хотели подчеркнуть акции «Сплоченность жителей города-героя, их готовность оборонять Севастополь и в третий раз». Я помню тогда в те годы практически весь общественный транспорт был обклеен над этим стикером. Был очень большой ажиотаж. Собственно, почему он был нужен в тот момент? Сегодня, спустя 5-5 лет, многие говорят об оккупации и прочих других таких каких-то моментах. Но на самом деле надо вспомнить, что происходило в Киеве. И люди-севастопольцы жили в таком тревожном ожидании чего-то неизбежного, страшного. И надо было им подарить надежду. Надо было дать понять, что они не одиноки. И это был такой своеобразный код свой-чужой. Получить памятную наклейку можно бесплатно, как и 5 лет назад, в редакции информационного портала «Форпост» и в магазинах констоваров по адресам. Улица Льва Толстого, 24, офис 22 и в павильоне номер 6 на Новом бульваре в районе Площади восставших.